Вы знаете, я обязательно отвечу на ваши вопросы, но я хотел бы все-таки вернуться к той логике, что вы предложили на начале передачи, в частности, к хронологии событий, которые происходили сегодня. И, поверьте, начальник это не сегодня, а начальник происходил тогда, когда Киево-Святошинский суд задовольнив клопотание адвокатов-обвинувачев о том, что к вопросу пана Януковича, я не знаю, как по-другому сказать, как сведка. Насправді, это еще раз подкреслю для меня хвороблевость нашей судовой гилки влады. По одной простой причине, что судья, который является юристом за фахом априори, не мог не знать положение ст. 87 КПК Украины. В частности, пункт 6, часть 2, если я не помню, я статтю предупреждает, что показы данных свидетелей на любом процессе, если он будет дальше переквалифицирован в подозрянного или обвинуваченного, не могут быть взяты до расследования. Поэтому, на жаль, это чергово подкреслю недолугость, хвороблевость нашей судовой гилки влады. И мы должны делать дальше все, чтобы судовая гилка влады, если мы хотим действительно расследовать все дела, Майдану, коррупционных злощений у Януковича, чтобы мы не получили таких же решений, но это просто ухвала была, умовно говоря, про задоволение и клопотание. Я не хочу получать такие решения, которые уже будут иметь законные силы. Вот что меня очень сильно турбует. А что касается и вашего вопроса, и перед тем, вы знаете, я уверен, что мы, как парламентарист, сделали максимально возможное для того, чтобы Януковича и его поплечников было уже за три года не просто расследование его деятельности, а засуджено. Потому что мы дальше получаем? Там, по моей информации, где-то примерно 1500 томов справы. Порахуйте, сколько будет сторона защиту ознакомиться с этими справами. Мы не получаем выроки, еще бог знает сколько. Поэтому мы должны разделить за значительные криминальные проведения. Вже давным-давно нужно было засудить его за экономические злочины, за ту коррупцию, которая была побудована во время его управления. И для этого есть все возможности. На жаль, в силу певных постоянных перетрубаций в Генеральной прокуратуре, когда Генеральный прокурор достаточно часто изменялся, возможно, это было причиной отвлекания. Но что касается вашего вопроса, кто там из украинских политиков мог бояться? Вы знаете, сегодняшняя пресс-конференция пана Януковича, в которой он читал месседжбокс, который, ну, для меня было очевидно, что написано точно не ним и точно не в этой стране. У меня тоже нет в этом сомнении, если честно. Это был просто его месседжбокс, и все, что там будет написано, ну, я, на самом деле, до этого достаточно так скептично отношусь. Мы до этого еще, я думаю, сегодня повернемся, потому что только сегодня пан Янукович... Что за текст ему написали российские спецслужбы? И зачем? Вот через несколько минут буквально будет. Что это означает для Украины? Но я хочу сказать, что, например, сегодня пан Янукович сделает явку с повинностью, потому что он фактически, согласно статистике 111 Криминального кодекса, признал, так он признал публично, потому что есть субъект, субъективная сторона и объективная, что он запрошил иноземные войска Российской Федерации на территорию Украины, суверенної государства, где он был президентом. Это такие заявки, предпадающие политика и государственные враги. Боюсь, это уже немножко отошло сценарий.